Ураг ультиматума президент должен вынести свой вердикт. Решение Валдесу Затлерсу дается с огромным трудом. Одно дело напугать депутатов, другое воплотить угрозы в жизнь. Уже два дня в Рижском замке не прекращаются переговоры. Президент просил совета у экспертов, а сегодня, накануне вынесения приговора, он решил посмотреть в глаза политикам и пригласил к себе премьеры, лидеров парламентских фракций. Что он им сказал в репортаже Дина Кузьминой. Новые лица в правительстве есть, поправки Конституции есть, реорганизация министерств есть. Вот так в списке президентских требований расставили галочки латвийские политики. Ультиматум президента выполнен, говорят они, распускать нас не за что. Эксперты же качают головой и ставят прочерки в их работе. План по спасению экономики страны разработан, но не действует. Главу КНАБа выбрали, но за ним тянется шлейф сомнений. А правительство с приходом Домбровскиса претерпело лишь косметический ремонт. Стиль работы министров остался прежним. Единственное, что Сейм успел сделать, это принять поправки к закону о выборах. А все остальное, что было очень важно, это поправки Конституции, которые давали бы гражданам Латвии право распускать в парламент. Нам, конечно, обещают, что они будут, будут, будут. Но аргумент, что времени не хватило, выглядит по крайней мере странным. Ну и третье задание, это совет по надзору за тем, как выполняется план по спасению экономики. Мы знаем, даже и плана, в общем-то, никакого внятного до сих пор нет. Решение Заттларса зависит от того, останется ли он доволен качеством выполнения его требований. Так говорят эксперты. Некоторые политологи уверены, сейчас для Латвии важнее выкарабкаться из пропасти социально-экономических проблем, а не распускать парламент. Другие утверждают, если президент не распустит Сейм, то вполне вероятно, падет сам, потому что потеряет доверие народа. Распустит, не распустит, распустит, не распустит. Люди гадают, какой же приговор вынесет Сейму президент. Не перекинутся ли работы по обновлению фасада парламента еще и на его депутатов. Между тем, сами депутаты похожи даже во время кризиса, тогда, когда люди волнуются о своей работе, за свои рабочие места, не переживают. Президент своими какими конкретными словами не дал понять, что он будет делать. Но одно я понял, мы должны работать. Главный козырь политиков сейчас стабильность отношений Латвии и МВФ. Мол, не посмеет президент лишний раз дразнить спонсоров страны. После сегодняшней встречи с Заттларсом депутаты, похоже, были вполне уверены. Свои кресла в парламенте они не потеряют. Потому как за закрытыми дверьми президент с ними обсуждал планы на будущее. Это было резюме и нынешней ситуации, и всего того, что произошло в сравнении с январь, вот конец марта. И общее такое мнение, что политическая ситуация на данный момент стабилизировалась. И все условия есть, чтобы успешно работать дальше. Мы говорили, конечно, о тех задачах, которые предстоят перед правительством, перед политиками. Пришли к согласию, что ситуация по сравнению с 14 января гораздо улучшилась. Что это, конечно, есть кредит доверия правительству Домбровского. Впереди принятие тяжелых и непопулярных решений, говорят представители оппозиции. Сделать это может лишь парламент, который чувствует поддержку народа. Между тем, сейчас, по данным опросов, распуск Сейма поддержала бы более половины жителей Латвии. Каждый десятый готов выступить против полиции или повторить штурм Сейма. А 14% жителей готовы объявить голодовку, протестуя против решений латвийских политиков. 8 апреля примут поправки Конституции, и настроения в обществе они лучше не станут. Настроения в обществе не связаны с тем, как встречаются президенты партии, они связаны с тем, что происходит в экономике. И мы вполне можем увидеть то, что народ сам соберет подписи, инициирует референдум и распустит парламент. То, что люди не бросают камни в Сейм, не значит, что они довольны политиками, говорят эксперты. Если президент не распустит Сейм, а парламент не вернет народу уверенность в завтрашнем дне, то, возможно, совсем скоро люди воспользуются своими конституционными правами. Если они, конечно, появятся. Дина Кузьмина, Владислав Яковлев, телекомпания ТВ5. Чуть меньше, чем через полтора часа президент огласит свое окончательное решение, доверяет ли он парламенту или нет. Глава государства решил выступить не на пресс-брифинге во дворце, а в записи по латвийскому телевидению. Причем обращение президента записывалось на пленку, по нашей информации, уже в пять часов вечера. Но транслироваться будет в такое время, когда большинство выпусков новостей уже прошли, а номера газет сверстаны и отправляются в печать. Почему Затлерс в очередной раз показал свое не самое лучшее отношение к журналистам, а через них к народу? Возможно, таким образом он решил избежать неудобных вопросов, которых у представителей четвертой власти накопилось достаточно. Какие настроения сейчас царят в Рижском замке? Самый вероятный сценарий, по мнению некоторых экспертов, такой. Сегодня президент не решится распустить парламент. Вряд ли он захочет остаться один на один с кризисом, да еще без новой дозы международного займа, которую мы вот-вот должны получить. Вероятно, Затлерс поставит перед депутатами новые задачи и даст им срок еще полгода. А уже осенью, когда транш будет получен, вновь встанет вопрос о распуске парламента. И тогда очень возможно, говорят политологи, что депутатов разгонят по домам. Правительство приступило к выполнению своих обещаний. Государственные мужи сделали первые шаги к тому, чтобы составить заново главный финансовый документ страны. Сегодня они получили задание пересмотреть бюджеты своих министерств и разработать стратегии, согласно которым экономия в нынешнем году могла бы составить 30-40%. Предложение от ведомств поступит в конце апреля или начале мая.